Гонбольная команда Ростов-Дон приступила к подготовке к новому спортивному сезону. Десант дебютантов впечатляет. Среди звездных новичков чемпионки России и Европы игроки национальных сборных. Полусредняя Анна Пунько, левая крайняя Елена Авдекова, разыгрывающая Екатерина Ильина, линейные игроки Анжела Булатович и Александра Степанова. Мне очень интересно находиться в этой команде, потому что действительно тут собраны очень хорошие игроки и тренер и мотивируются тем, что перед командой ставятся очень высокие задачи. Мне кажется, для любого игрока, для любого профессионала это тоже как мотивация попробовать себя на новом уровне. Для команды, для Ростова это самое главное, то есть взять Россию и будем выкладывать все силы для того, чтобы быть первыми. Практически на всех проблемных позициях Ростов-Дон получил усиление в лице игроков высокого мирового уровня. Я готова вообще рвать и метать, все отдать, все себя выложить просто на все 100%. Как только хочу помогать, 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 только помогать. Да, я знаю, что Анна Джокич моя подруга. Она рассказывала, что в Ростове очень хорошие люди. Рада, что здесь играет Соня Барьяк-Тарович. Это также очень близкий мне человек. Я знаю, что Ростов в прошлом уже был чемпионом. Уверена, что это может повториться. Надеюсь, что мои знания и умения помогут моей новой команде добиться поставленных целей. Отрадно, что после рождения ребенка вернулась в строй стержневой игрок команды минувших лет, любимица донских болельщиков Майя Петрова. Интересно, потому что никто не знает, как оно. Мне, во-первых, вдвойне интереснее. Я год пропустила. Ну, можно сказать, с новыми силами, потому что я ганбол люблю. Некоторые меня спрашивают, еще не наигралась? Да, не наигралась. Еще хочу поиграть. Ну, и да, вот у нас сейчас было собрание. Много нового. Ну, ганбол он один в любом случае, но все равно что-то новое есть. Ну, и надеюсь, что это, ну, в общем, все это по нраву придется, и будет интересно, и весело. Ну, главное – оптимистически настроиться. Руководить звездным ростовским ансамблем, в котором практически сохранился прошлогодний костяк, будет новый тренер, датчанин Ян Лесли. Иностранный специалист попытается добыть для Ростов-Дона победы в национальном чемпионате и в розыгрыше Европейского кубка ЕГФ. Я внимательно следил за игрой Ростова. Для меня это интересный проект. Я хочу доказать всем, в том числе нашим игрокам, что они могут стать мощной командой. В Ростове немало ярких мастеров, и моя задача – сделать из них команду победителя. Я хочу привить Ростову быструю современную игру, разнообразную в тактическом плане. Я уверен, что все получится, и надеюсь, что мы будем двигаться только вперед. Ростов-Донгер